Сегодня состоялся тайбрейк матча на первенство мира между Магнусом Карлсоном и Фабиано Короной. Напоминаю, что основное время матча закончилось со счетом 6-6. Ни в одной из партий соперники не выявили победителя. Таким образом, общий счет тоже был равным. Перед тайбрейком большая часть экспертов считала Магнуса достаточно явным фаворитом. Более того, казалось, что даже если партии быстрых шахматы закончатся со счетом 2-2, то уж у Блиц Магнус точно не уступит. Ну и давайте посмотрим, как протекали партии. В первой партии чемпион мира играл белыми, было разыграно английское начало. В основное время Магнус играл конь f3, но здесь решилось пробовать ход g3. Последовался на b4, e4, 2-0, то есть треугольник Батвинника. Здесь Фабиано удивил, потому что он должен был этот вариант смотреть и классической стадии матча. Но вот его реакция немножко странная. Он сыграл же c6, a6, b5. Это план, заслуживающий внимания, но вот именно рассолима с лишним темпом. А здесь, после d4, есть у меня подозрение, что белые давят. Последовало d6, a3. Здесь мы с Хириллом оба считали, что, наверное, черным надо бы сохранить слона. И вот эта позиция, в принципе, для них вполне нормальная. Слонный за 7 плохой, но то же самое касается слона g2. Вместо этого Фабиано решил выиграть пешку. Оказалось, что его позиция довольно непривлекательна здесь. У Магнуса следующими ходами было много заманчивых возможностей, примерно тех, которые он избирал. Но вроде бы перевеса белого нигде полностью не выпустили. Вот здесь, в частности, ладья f на c1 казалось более сильным. С идеей сразу сыграть слон f1. Но Магнус сыграл нормально. Фабиано тоже защищался неплохо. Перевел коня на d6. Здесь после ладья d1 возник критический момент. Дело в том, что у черных был надежный ход конь b7. Он выглядит крайне уродливо по-человечески. Но прямого пути к перерезу белых не нашлось. Вместо этого Фабиано пошел конь b5. И соперники форсированно перешли вот в такой эндшпель. Который выглядит совсем безнадежно для черных. Но их спасает ход конь d4. И в итоге получился следующий ладейный эндшпель, в котором шансы черных на ничью довольно велики. И в дальнейшем они только увеличивались. То есть Магнус вероятно где-то мог играть сильнее. Но трудно сразу понять где именно. И вот здесь случился очередной критический момент. Объективно ход с ладья c3 в исполнении Фабиано это не ошибка. Он делает ничью. Но по-человечески намного-намного сильнее был ход c3. И здесь после короля e1 кажется, что черные микро-турцванги на самом деле у них есть ход a5. Теперь на король d1 просто ладья d2. Но на ладья a5 можно сыграть ладья g2. И получается совершенно ничейная позиция. То есть у белого даже одной лишней пешки не остается. И это по-человечески правильная реакция. То есть нужно как можно дольше держать короля с первой дико отсеченным. Фабиано сыграл ладья c3. Магнус защитил пешку на g3. И получился такой эндшпель, который, конечно, ничейный. Но по-человечески в нем вполне можно ошибиться. Здесь у черных один только путь к ничей. Надо было дать шах. Ну и на король h3. Здесь после короля e4 ладья g7. Кажется, что получается практически то же самое, что у нас случилось в партии. Но здесь очень точный ход ладья a1. И оказывается, что у белых нет пути к победе. То есть вот если сейчас ладья куда-то уходит в сторону, то черные играют ладья f1. Ладью изобирают на f5. Получается ничья. Если белые пытаются пройти пешкой вперед, то после короля f3 черные создают матовые угрозы, и от них нет защиты. Ну то есть защита есть, но в этом случае черные объявляют вечный шаг. Ну не очень сложный вариант, но видимо Фабиано решил, что и после короля e4 он делает ничью. На самом деле это не так. Позиция абсолютно проигранная после очень точного хода ладья e7, который заставляет черного короля определиться. Поля f3 нет, поэтому черные должны брать на f5. Ну и вот после ладья g7 получается элементарный технический выигрыш. Потому что пешка h5, к сожалению, теряется. Последовала король f6, ладья g5. Ну и дальнейшую не требует комментариев. Компьютер поначалу здесь не до конца, кстати, уверен, что позиция абсолютно выиграна, но любому человеку это понятно. То есть Магнан просто прячет короля за пешками и надвигает их. Все это элементарно выиграно, и довольно скоро партия закончилась победой чемпиона мира, а счет на трейбейке стал 1-0. Во второй партии Фабиано играл белыми. У нас был разыгран снова чулябинский вариант, как и в некоторых предыдущих поединках. Фабиано здесь, видимо, приготовил какое-то усиление после хода слона f5, но Магнус решил уклониться первым. Он пошел ферзь b8. Получилась, в принципе, похожая позиция на то, что мы имели в одной из классических партий матча, но улучшенная для белых редакция. Здесь, видимо, ферзь c8, хоть не точно и следовало сыграть слон g4 сразу, а после ферзь c8 слон e2, слон g4. Вот тут мой напарник Кирилл Широков предложил очень сильную идею, которую, кстати, компьютер не выводит на первую линию, но по-человечески это было намного сильнее. Сыграть f3, и после слона d7 просто пойти ферзь c2, и на 2-0 пойти 3-0. Мне кажется, у белых были бы отличнейшие атакующие возможности на королевском фланге, и Карлсон бы эту позицию не удержал. То есть, чем дольше на нее смотрю, тем более мне и более она кажется привлекательной из-за белых. Из-за этого Фабиана сначала сыграл слишком мягко, пошел ладья c1. Карлсон размялся на едва, сыграл ферзь f5. У него возникла довольно сильная идея e4. Вот здесь Карлсон снова удивил. То есть ладья c1 был ход достаточно вялый, а теперь он сыграл, пожалуй, наоборот, еще активно, сыграл c5. Но идея проста, после dc слон c5 у белых большой перерез, ну или, по крайней мере, какой-то перерез в этой позиции есть. Ну, Магнус просто рахировал, и оказалось, что вот этого оказалось, ход c5 был неудачным, удар вилами по воде. Здесь объективно надо было, видимо, делать ход cd, или слон g5, как я предлагал во время партии, но в c6 реакция Фабиана объяснима, это единственный способ получить позицию, в которой есть реальные шансы на победу. Но Магнус отреагировал очень сильно. Последовало bc, dc, ладья f на c8. И, кстати, e4 тоже был очень заматчивый, но ладья f на c8 на проверку даже более сильно. То есть ферз c4, и здесь мне сначала показалось, что у черных нет прямого способа усилить позицию, но Магнус показал, что он есть. Он сыграл слон d8, и здесь вот перед белыми встали серьезные проблемы. Последовало конь d5, компьютер считает, что надо было играть слон g5, но это ход совершенно неподъемный для человека. Средовало логичное конь d5, логичное e4, и вот черный конь идет на e5. И здесь караун запаниковал, и, конечно, уже надо было играть слон d4. Здесь, на первую прикидку вообще позиция белых очень хорошая, потому что на конь e5 всегда и слон бьет e5 с нормальной игрой. Но, опять-таки, мой коллега показал, что здесь есть возможность ладья a5. Очень сильная. И похоже, что белые должны играть конь e3, ферзи f3, и здесь вот два ноля. Ну, два ноля выглядит чрезвычайно пугающе после любой жертвы на h4. Но вот какие-то конкретные ресурсы для ладья c3 позволяют держаться на плаву. Ну, а конь h4, видимо, вынуждает здесь какой-то вечный шаг. После, опять-таки, крайне неочевидного хода ладья c2. Оказывается, что ладья g5, король h2, и вот здесь чудесным образом у черных нет мата. Ну, совершенно очевидно, что фатбан это не удовлетворяло. Видимо, ладья c5 он увидел, запаниковал. Вошел c7. Ну, c7 это просто дивок. А-102 слон бьет c7. Пришлось брать слона. Ну, после конь e5, не смотря на лишнюю фигуру, черные фигуры проникают в лагерь белых. Здесь мы после ферзи d5 не могли найти выигрыша. И действительно, все вот эти прямые попытки вроде конь d3, они, по сути, черным ничего не дают. То есть компьютер после конь d3, король h2, неожиданно пишет конь e5 обратно. И у черных только один способ получить реально большой прорез, это ладья а на b8. Неизвестно, сыграл бы так маржмус или нет. Идея в том, что черные просто уводят ладью из-под боя, и теперь они создают угрозу ладья c7. То есть вот он на 2-0 уже поставит ладья c7. А сразу так нельзя было играть по причине ферзя 8. Ну вот, вместо этого Фабиано пошел конь d5. Ну, это очевидно, что довольно слабая попытка. То есть здесь мне нравился черный ход ферзи h3, и он действительно выигрывает, даже после сильнейшего ферзи c8. Ну, Магнус играл еще сильнее, пошел король h7. И оказалось, что просто все фигуры у белых висят. Деваться некуда. Ну, ферзи d2, по мнению компьютера, лучшая попытка, но здесь просто не хватает качества, и совершенно проигранная позиция у белых. Поэтому Фабиано сдался, счет стал 0-2. Таким образом, претенденту нужно было выигрывать 3 партии подряд. Ну и в третьей партии, поэтому он изменил своему излюбленному дебюту русской партии. Сыграл сицидианку. Такую вот своеобразную систему Паульсона. Здесь пошел сон c5, конь c2. Нам за доской, ну точнее время трансляции, казалось, что интригующе было сыграть ферз b6, то, за чего белым пришлось бы защищать ф2 фигурами. Нет, то есть, сначала ферзем, потом после конь c4 казалось, что надо играть конь d1, но вот один из зрителей предложил ход f3, действительно интересный ход, на конь f2, конь a4. И могла получиться такая вот довольно веселая позиция, которую трудно оценить. Видимо, у белых объективно довольно неплохо. Но Хабиан просто пошел на вот такую вот ежовую структуру со слоном на c5. В принципе, соперники достаточно логично играли. Вот отметим ход слон c5, белые изменили структуру. Просто поставили все фигуры по центру, то есть контролировали прорыв d5. В какой-то момент Магнус решил расшириться на корольском фланге. Здесь, мне кажется, можно было продолжать стоять на месте, и объективно это было предпочтительно. То есть можно было сыграть слон f3, ферз g2, там и так далее. Король h2. Магнус нашел способ разгрузиться, и действительно оказалось, что, несмотря на внешнюю опасность его позиции, здесь получается фоксированная нищая. То есть после е в конь b7, ферз b7, у белых есть ход ферз d6. После чего какие-то варианты, вроде ферза 7 и король f1, но белые просто отыгрывают пешку, и позиция равная. Но вместо этого Фабиан пошел слон на 8. Фе, ферз e5. Магнус инициировал тотальные размены. Внешне это выглядит подозрительно за черных. Но белых спасает тот факт, что у них тоже есть проходные на ферзе фланге, поэтому атака черных не достигает здесь цели. Фабиана попытался продолжить борьбу. У него было много способов сделать здесь вечный шаг сразу, но понятное дело, что это претендента не устраивало. Попытался он здесь как-то переставить коня на более активные поля, но в итоге это ничего не дано. А Магнус просто начал толкать свои пешки в ферзи. Здесь уже даже ничьи у черных нет. И мы ждали, либо будет соглашение на ничью, либо просто Фабиана сдастся. Ну, Фабиана, мне кажется, справедливо рассудил, что просить подачки в такой ситуации соперника не стоит. И спил свою чашу до конца. После хода ферзи 4 атака черных заканчивается. Поэтому патитет на первое первенство сдался, и счет на Требреке 3-0 в пользу Карлсона. И, соответственно, матч он тоже выигрывает. Напоминаю, что основное время закончилось с счетом 6-6. На Требреке чемпион мира оказался сильнее. И в следующий раз ему предстоит защищать свой титл через два года. И посмотрим, посмотрим, удастся ли к тому моменту Магнусу усилить свою игру в классические шахматы. А может быть, ему это должно не понадобиться.